друзья всем привет и сегодня по многочисленным вашим просьбам в комментариях мы решили повторить рыбалку на диком пруду над толстолоба приехали вот дизюха она тут носится станюха она там что-то сидит в машине тань ручка хоть по машине ну ладно сейчас чуть позже она покажется вам ребят короче говоря заканчиваем болтать и начинаем рыбачить сегодня у меня новшество новая оснастка все покажу да расскажу погнали рыбачить все и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И так, значит, собрал я три удочки Везде накрутил вот такой вот технопланктон Это со вкусом ванили технопланктон Орловский Короче говоря, это две старых оснастки Тут все как у меня было Кто прошлые ролики смотрел, тот знаете А вот здесь вот, на нашу заколдованную удочку По Сазану, которую мы применяли на Утилус Вот это Батлер ФД Поставил новую оснастку Суть в чем? В том, что у моих старых вот этих вот оснасток Нет огрузки, которая тримпера Или три Короче, вы поняли, да? Вот этой спицы Вот, здесь, значит, есть огрузка этой спицы Плюс еще термоусадка Чтобы поводки не путались Ну и без поводка, говорят, тут полегче Короче говоря, на волне он не так сильно болтает всю снасть Ну, посмотрим Посмотрим, что будет работать Как будет работать Три удочки собрано Погнали завозить Ух ты, сколько тут стрекоз летает Очуметь Так, завозить оснастку будем с помощью кораблика Да, кстати, у этой новой оснастки еще прикольно То, что спица длинная Все остатки техноплантона Которые когда-то не сгорели, скажем так Они теперь пошли в дело Это юкорный баба Ну, давай Кстати, ребят, в комментариях вы говорили, что если вот таким образом завозить леску То она будет петлями Но плетенка, я так думаю, не будет петлями Субтитры делал DimaTorzok Таня Таня, поклевка Похоже, поклевка Я не вижу поплавка И что-то сейчас хрустело Офигеть, я только в так... Ну, ладно, подсекаем Есть, рыба Есть Там, около машины Давай Очуметь Очуметь Я, ребят, не успел поставить Третье уже первое клюнуло Блин, и та сама оснастка сработала, которая новая Ветричи, конечно, я не знаю, как вам там что-нибудь слышно, нет? Что, опять короткая ручка? Ой-ой-ой, хороший Таня, блин Ну, длиняй, я буду его выматывать Ветер прямо в лицо, ребят, не могу я камеру повернуть так, чтобы звук был хороший Ну, какой есть, извиняйте Ну, чё там? Да чё? Ждём тебя, чё? Чё, ждём тебя, говорю, чё происходит Собака плавает за рыбой Ой-ой-ой, хороший, 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 хороший Тань, давай, да, маленький Он, в принципе, уже устал Собака плавает за рыбой Ты смотри, Тань, если ты не уверена, лучше не бей, потому что там второй крючок очень длинный торчит И можно, короче, это Так, вот сейчас, подожди Дайся Давай Есть Тише-тише, низ, 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 низ Вот и Татьяна, друзья Привет, ребрято Видите, без меня ничего не происходит Точно, без тебя никуда Блин, на самом деле, ребят, вот опять плетёнка Заколдованная удочка Но сам факт того, что довольно-таки неплохо настраивался фрикцион То есть, прям, шелчок, два щелчка, хоп, изменяется прям политика фрикциона, скажем так Это катушка, моя любимая, наутилась дистанция фидер Короче, мы с ней и на фидер ловим, и толстоловок Так, ну что у нас тут, четвёрочка? Ну да Ну да Не шесть Не шесть, как мы привыкли Ну, тоже неплохо Блин, ну класс, класс, ребят Ну, мне кажется, четыре-пять, вот так вот где-то рыбка А дверь здесь лазит Так, что тут у нас, засечка была какая Блин, так вообще, прям на сопле держался, представляете, ребят Ну, видать, очень плотная губа у этой рыбы, потому что не порвалась А так, конечно, вот смотрите Так, что, Татьяна ответственная за весы пришла Вот так, уже профессионально просто, да Ну-ка Короче, четыре двести, да? Да Четыре двести И верю Ой, ты наша умница какая Ну, давай Четыре двести, тоже неплохой результат Ну что, друзья, начинается сегодняшняя наша рыбалка вот с такого вот лобастого Здесь есть и покрупнее Так что, это только начало Кстати, на прошлой рыбалке хотела вам показать Не очень, наверное, получилось На верхнем небе у рыбы Сейчас Татьяна запечатлит Смотрите, какая штука Видно, Тань? Угу Она двигает ей? Нет Нет? Ну, мне уже Вот эта штука двигает Короче, она ей Так, ладно, все Паркуем его Дейзи ревнует Дейзи, да Ей очень понравилась рыбка Редактор субтитров Тань, что делаешь? Mortal Kombat игра Mortal Kombat, ты смотри там Сколько метров? Тридцать один Тридцать один? По-моему, я завозил на шестьдесят Автоматически Я не успел даже сигнализатор батарейки вставить Слышу, что-то хрустит где-то фрикцион А тут поклевочка уже оказывается Ого Тем временем уже чаек закипел И, как говорится, был готов и стол Что там? И дом Вместо кружки тарелка Вместо тарелки сковородка Короче говоря, ребят, я забыл дом от кружки Поэтому чай будем пить из блюдечка Вот такого большого Ну все в детстве пили чай из блюдечка Я вот пил Сегодня вспомним детство И вместо того, чтобы сюда положить колбасу Огурцы Все это положили в сковородку Потому что мы еще забыли Дейзину миску И отдали одну миску для Дейзи Да, и миску одну забыли Короче, ну как-то так все Главное, чтобы по рыбалке пошло Не так О, сразу пик Но это, скорее всего, ветер Правого поплавка нет Да? Где правый поплавок? Смотри, вот левых два есть А правого нету Что, подсекаем? Что-то здесь тишина вроде Ладно, подсечем О, блин Есть Хорошая рыба Ой, блин Он прям на месте стоит и все Татьяна, подсак в деле? Да, мы поможем А я ее, ребят, только перезавез Смотрю, там плескается Думаю, блин Сейчас прям туда завезу И не зря И не зря Какой упрямый, а Прям хороший Да куда ты рванул? А ну-ка, иди сюда Сейчас мы его выведем сюда В берег пошел, ребят А там трава Ух ты Блин, как ухо Прицепи его просто К спине Этот фонарик к спине прям цепляешь Я понимаю Главное пик-пик Поплавок утащил И не провозит даже, ребят Вот такой наглый Куда? Вот в центр В центр Все отлично Так Не хочет идти к нам Мы к нему пойдем Блин, какой хороший По-моему, это крупнее, чем был Он вообще не хочет останавливаться Не форсирую Да, тут еще плетенка Короче, я не буду Сильно форсировать Пускай устает Ух Да ничего не должен Да хватит тебе, е-м Блин Господи, а ты этот Кожевуш Понял, да? Да Он влево-вправо Влево-вправо Глянь, а Отстань Блин, это же Что ты боишься? Рыбу, что ли? Вроде фрикцион нормально Затянут Может он как-то зацепился поперек Я не знаю Просто не идет он ко мне Я говорю, это заколдованная удочка, ребят Она что, на ахту без сазанов Манила, что? Сейчас, толстолобов Давай к нам У меня же рука устала Сейчас он пойдет влево, Тань И ты чуть левее от меня Зайди туда Вот туда, да Сейчас будем там поднимать его Вон он Да, он, видать, двумя крючками зацепился Дэзи, а ну иди отсюда Дэзи хочет поймать рыбу Ребят, помогает Дэзи, ко мне Ко мне Да, точно За хребет, поэтому он кажется сильным Так-то он вроде небольшой Тань, вот сейчас будет здесь прям подъем Есть Красотка Просто красотка Давай задний ход, ты уже шорты намочила О, у меня че тут то рыба, то собака О, ребята Попили чайка Часа два-три не было поклевок Поныли, что больше не клюет, да Не без этого Ну как, на нить его тебе нравится ловить? Нет Нет? Мне вот не нравится на собаку ловить Собака, она просто преследует рыбу Не поймет, что такое вообще Слушай, ну опять такой четверик где-то Да, они, наверное, здесь такая стая просто ходит Ну ща взвесим Ща взвесим Блин, ни фига себе На одной руке поднять не могу Ну че, мы с тобой уже становимся профессионалами, Татьяна? Кошмар, толстолобники Это столобники, точно Ты зачем глядишь? Трет батька в пэк Жесть Ё-моё Я что, его за бочину тащил, что ли? А, нет, вот он Вот он, основной крючочек Давай За боковой взялся Значит, глубина выставлена правильно Мне там сказали профессионалы То, что если клюет на нижний Значит, надо глубину увеличивать А если клюет на боковой Значит, глубина выбрана правильно А там еще писали вот эту про боковую линию Это вот про нее? Боковую линию? Да Я не читал, что-то пропустил, видимо Вы сказали, что он чувствует все боковой линией Типа, не глазами? А, нет Наверное, когда он плавает Боковой линией чувствует Это имелось в виду Я думала, вот эту боковую линию Здесь Ну что, Татьяна Твое любимое мероприятие? А, ты уже готова Так Молодец Вот Этого следовало ждать Да? Наследование? Вот, давай-давай Как раз сейчас будет твердая ткань пойдет 4,300, кажется 4,250 Короче, одинаковые они здесь Реально Реально одинаковые Здесь веревку А? Какой красавчик А, это ты его, наверное, порезала Да, да Он зацепился вот Крючком вторым зацепился за бочину И поэтому Казалось, что прям здоровяк Не, ну тоже неплохо Е-мое Четверик, блин Четверик А я увидел всплески Смотрю, думаю Наверное, он там трется Попробую я Туда закинуть Ну и завез туда оснастку И вот результат, друзья мои Тогда-то Они, кстати, вот не как сазаны Не очень живучи Сазана привяжет на веревку Он хоть сутки, хоть двое будет плавать Эти же такие Нежненькие, е-мое Ну ничего, до вечера дотянет Расплутала Расплутала? Да ты какая молодец, а Пока я там припарковываю Татьяну уже все распутала Говорит, завози Вот тебе же скажи Что он не на меня клюет Блин, ребят, кстати Вот Татьяна правильно Говорит Как только она со мной приезжает Сюда, у меня ловится Я до этого ездил сюда С Денисом Просидели здесь Ну так где-то Полдня, чуть больше До темноты Упирались И ничего не поймали Стоило приехать с Татьяной Паркуем, е-мое Да все, ставь, хватит Да, клюнул он так интересно Прям Пик Пик Смотрю, поплавка нету И он никуда не тянет Главное На месте стоит Я подошел Плетенка смотрю Вроде провисшая Как бы на тяге нету У меня было такое То, что он не разматывает Но плетенка смотрю Натянута Думаю, ага Что-то значит есть А здесь и плетенка провисшая Думаю, ну вряд ли А он оказывается Просто на нас пошел Думаю, ну вряд ли Думаю, ну вряд ли Думаю, ну вряд ли Видно, да? Я чуть не одного Не, вот справа один Слева один А по центру ты видишь? Тань, ну по-моему твоя очередь Справа один, слева один По центру нету, Тань Да, и леска натянута, Тань Подожди Ой Е-мое Давай Подожди, сейчас вот Надо настроить фрикцион Очень аккуратно Дай Выкачивай, все, давай Качай, не Качай, пошла Ой-ой-ой Подтягивай на себя Вот Вот так Его вытаскивай оттуда И вот до конца Лучку не опускай вниз Вот 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 Чувствуешь, как ты Себе прешь? Отлично Можно Прям один щелчок Вот так вот Вот Чувствуешь, как ты его тащишь? Мы учили, наконец-таки Сколько прошло? 15 минут после завоза? Там хорошая рябина Да, хорошая Ну, главное, что ты не собрала другие удочки Это уже молодец, похвально Всегда держи натяжки леску До конца такая опускаешь вот так вот Ооо, соображает Так, я пошел за подсаком, короче Ух ты Где он есть-то? Что он там делает? Что он там делает? Ну, попробуй Наверное, да, обойди Ага, все правильно, молодец Вот он подходит Так, чуть-чуть щелчок один фрикционный сделай, чтобы он тебя Блин, ну куда ты так? Один щелчок Ну вот Тань, ну иди сюда Да успокойся ты, блин Один щелчок По оборотам Татьяна расстроилась, ребят Ну ничего, научится, е-мое Да, ребят Ну тут и моя, конечно, вина есть Очень большая Я начал лезть, говорить, сделал щелчок Хотя на самом деле фрикцион я нормально настроил до этого И можно было вытаскивать на таком фрикционе, я думаю Ну хотелось как лучше, а получилось вот так вот Но ничего страшного Будем надеяться еще порадовать нас своей поклевочкой Толстолобик Так, ну значит, солнце уже садится Начинается у нас закат А мы идем собирать плоды Плоды идем собирать Вся компания в сборе К сожалению, моего тут нет толстолобика Его Женя упустил Ну мы подготовлены с веревочкой Ну это что-то уже не такой веселый Да, нет, сейчас Ну что, друзья Собственно говоря, на этом первую часть рыбалки мы заканчиваем Дальше будет, надеюсь, еще интересней Но чуть-чуть коротенький, короче говоря, фрагмент Как мы будем эту рыбку готовить Так что не переключайтесь Силой монтажа перемещаемся в Слободу Ну что, ребят, легким движением руки Мы с вами переместились в нашу загородную резиденцию В городе Краснослободск И что покажем? Так, Жак, что делает? Что делает? Поймали на месте преступления Так, друзья, ну что, многие меня спрашивали в комментариях Что же мы делаем с пойменной рыбой И сегодня как раз тот самый случай Когда мы вам это продемонстрируем Значит, давайте по порядку Всю пойманную рыбу мы разделали на стейки Вообще собирались пожарить ее Но потом как-то пришло в голову Сделать холодного копчения толстолоба Ну, такой своеобразный балык Короче говоря, порезали на стейки Вот здесь их мы уложили Стейки подвесили на веревочке Ночь они у нас просолились Это 12 часов И после мы их вывесили И полдня, около 6-7 часов Они у нас вот так вот висели Так сказать, подсыхали Вообще, конечно, по-хорошему Сделать так, чтобы они посохли где-то сутки Но, как говорится, время не ждет Время не ждет, время не ждет Значит, уложили, подвесили В такой вот деревянный ящик Это наша коптильня, которой мы уже давно пользуемся Коптильня от компании Хобби Смоук Сложили Закрыли здесь вот такие вот защелки есть Я почистил, ой, в какой-то веке почистил стакан Дымогенератор Тоже он в комплекте с коптильней шел Устроено это, значит, все таким образом Здесь такая вот трубка Все это дело крепится Вот здесь вот сбоку Значит, сюда насыпаются опилки Татьяна, подать опилки Ассистент, подать опилки Че, не помогу, мне шмыгу увидим Есть, сэр Так, значит, пока Татьяна бегала Я подключил здесь вот такой вот шланг Он идет к компрессору Который качает воздух в наш дымогенератор И за счет этого опилки горят Короче Короче, с Клифосовским Субтитры сделал DimaTorzok Жак, что-то загудело Да-да Две таких вот дырочки с двух сторон Для хорошего тления опилок, так сказать До 7 часов производитель заявляет, что могут тлеть опилки Ну не знаю, на 7 я не оставлял Но часа 3-4 спокойно тлело Потом приходил, докидывал еще И таким образом шел бесперерывный процесс Дым, как говорится, пошел в хату Ну а мы ждем Нам остается только ждать И, наверное, опять силой монтажа перемещаемся уже в завтрашний день Потому что коптить по-хорошему вот так вот надо порядка 6-7 часов А время уже заобеденное, скоро стемнеет Поэтому до завтра Итак, друзья, прошло не один день А целых три дня Что-то дела, дела, заботы И все, никак не мог я вернуться к нашему копчению Тем не менее, коптильня стоит Рыбка нас внутри ждет Но это ничего страшного Вообще, обычно после копчения холодного Я еще где-то на сутки оставляю рыбу подсохнуть Но сейчас прошло немного больше Посмотрим, что у нас получилось А получилось у нас вот такая красота Да, немного подсохли они Я уже смотрел Люблю я немного по... Сказать так, сырее Но это мои предпочтения Может, кто-то и по суше любит То есть, в принципе, вот такая вот рыбка Сейчас попробуем ее на вкус Интересно, что тоже вышло Слушайте, ну прям как в магазинах Балык, е-мое На вид По-моему, даже с солью угадал Нормально она даже не пересохла Это снаружи чуть корочка есть А внутри прям Прекрасное мясо Короче говоря, не буду вас долго травить Но получилось реально вкусно Прям как в магазине Покупаешь балык Так что и экономно Конечно, сейчас он балык Пойди в магазин купи Ладно, что сказать На коптильню у меня есть скидка Промокод вы видите сейчас на экране В описании под видео Также будут ссылки Где можно перейти и выбрать необходимый для вас вариант Там можно с металлическим ящиком взять Разного объема, я так понимаю Короче говоря, по ссылке все Перейдете и посмотрите, кому интересно В комплекте, конечно же, идет все необходимое Это компрессор Сам стакан Кстати, вот смотрите, как прогорело Ничего не осталось Все опилки сгорели Ну и ящик Опять-таки, какой ящик хотите Какой выберите Ну а мы с вами на этом прощаемся Всем добра Пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok